Друзья, всем огромнейший привет! Меня зовут Юля и вы на канале Вязаные Истории. И сегодня я начну влог. Правда, он, наверное, будет состоять из двух дней всего лишь, а может до того меньше. Завтра посмотрим. Завтра у меня уже суббота, сегодня пятница, последний рабочий день. Такой сумбурная получилась неделя. И я во вторник сняла для вас влог и, честно говоря, практически не вязала. Начну, пожалуй, наверное, со своего бактуса. Покажу, что же тут у меня получилось. А продвинулась я совсем мало, вот только совсем кусочек, видите, уголка, когда я начала его вязать. Возможно, сегодня больше и продвинусь. Посмотрю, не знаю, как там получится. Очень мне нравится, что получается, поэтому с удовольствием вяжу. Если все получится и я дойду максимально быстро до голубого цвета, то я обязательно запишу вам мастер-класс по узору, как я обещала, потому что на темном цвете нет. А возможно, я потом просто возьму на другом цвете, запишу отдельно, сниму. Потому что все просили этот потрясающий узорчик. Он вот вообще, ну... Я в каждом видео об этом говорю и, наверное, уже вам этим надоело, но мне он не нравится. Честно, откровенно. Всем спасибо за теплые слова относительно моего бактуса. Ну что ж. И, конечно же, носки мужу. Второй носок я вывязала, что-то тут куда-то свет пропал. Второй носок я уже вывязала, так что пара носочков сейчас отправится купаться. Не знаю, к завтрашнему дню высохнут они или нет, чтобы вам показать. Если высохнут, то обязательно покажу. Если нет, то так и будет. А что, я здесь кончик не спрятала? Ну вот, видите как. В одном носке я спрятала кончик, а во втором забыла. Ну, да ладно. Я потом спрячу. Все готово. Очень классно. Надо постирать. Сейчас я хочу замочить их немножечко, чтобы они помочились в моющем средстве. Потому что такие жесткие-жесткие. Возможно, они немножко станут мягче. Ну, посмотрим. И отправлю их постирать. Носочки мои очень классные. Вязала из пряжи Вивчары. Еще раз напомню. Если найду этики. Нет, наверное. А, вот она. Это вот такая вот пряжа Вивчары. Фокус куда-то избежал. 80% шерсти и 20% полиамида. Хочу обратить внимание, что это шерсть. Здесь в составе шерсть, а не меринос. Потому что меринос куда мягче. И он не такой кусючий. Не такой кусючий, я хотел сказать. Он вообще не кусающийся. В отличие от шерсти. Поэтому, друзья, если вы будете брать, кто берет, это украинская пряжа. Цветная шерсть. Так и написано. В 100 граммах 300 метров. Резинка у меня получилась не совсем высокая резинка. Надо было, мне кажется, повыше. И, в принципе, пряжи хватило бы. Девочки, не скажу, сколько вес. Если сегодня схожу в гараж, то взвешу. Так как весы до сих пор поселились в гараже у мужа. На моем влоговом канале есть информация по этому поводу. Почему же там оказались мои весы. Поэтому не могу вам сказать, сколько же здесь. На высокие сюда еще можно было где-то примерно столько же вывязать. И однозначно бы хватило и даже осталось. Но я придумаю, куда их применить обязательно. В будущем. Так что вот такие мои носочки с шерсти. Дальше, что я еще хотела по составам сказать. Возможно, кому-то очень будет важно. Здесь можно вязать спицы 3-3,5. У меня носочные 3,5. И цвет 809. Это такой вот синий-седой цвет. Видите, вот эти белые вкрапления. Они как раз и колючие. И, конечно, в процессе вязания. Даже вот сейчас у меня на столе видны следы от шерсти. Она слегка сыпется. Так что вот такая информация по пряже и по носочкам. Вот, да, реально. Реальный цвет передается вам здесь. Буду. Вот такие красавцы получились. Сегодня уже суббота. Носочки подсохли. Почти подсохли. Вот я их вешала на веревочку сушить. Они у меня сохли на веревке. Кто сейчас что-то скажет, что это неправильно, так нельзя. Ну, не знаю. Меня это все устраивает. Все носки свои без блокаторов сушила. И это было прекрасно. И все меня это устраивало. Резинка еще влажная, потому что они висели. Сейчас я их здесь оставлю на поверхности. Пусть досыхают на солнышке. Пока потеплело у нас. Чуть-чуть выглянуло солнышко. Вот так вот. И резиночка влажная. Тут еще, конечно же, не прятала, потому что резинка влажная. Но постирала. Они, конечно, размягчились. Стали куда мягче. Но вот эта середина, она никуда не делась. Видите? Все есть. Все осталось на месте. Но мне моделька нравится. Очень классная, удобная. Думаю, будет и мужу удобно. Насколько это будет удобная носибельная эта пряжа. Я уже расскажу, конечно, вам зимой. Когда мой муж их относит. И я уж решу, стоит ли еще что-то подобное покупать или нет. Я имею в виду о пряже. Вечеред. А. В носках. Потому что, ну, будем исходить из того, что поимеем. Да? Как говорится. И, конечно же, я чуть-чуть повязала бактусы за эти дни. Вчера я вам не показывала. Потому что показывала, не помню. Я уже перешла на угол. Видите? Потрясла. И все равно. Ну, может, это на бактусе были. Вот видите, ворсиночки. Вот это ворсинки с носков. Много здесь. Так. У меня вывязано в бактусе вот этого узора 20 рапортов. Очень мне нравится. Я от него просто, как я уже миллион раз повторяла. И вы писали мне об этом. Шикарно, да? Пора бы начинать что-то новое. Но посмотрим. Что-то я никак... У меня какой-то ступор появился. Впервые я осознала тот факт, что я не знаю, что же мне вязать. Честно скажу. Так. И очень мне нравится этот цветовой переход. Нестандартное вот будет решение. Видите? Будут полосы вертикальные, не горизонтальные. Да, потому что бактус идет, вяжется от угла к углу. Поэтому такой вариант мне безумно понравился. Нестандартное решение. Вывязано 20 рапортов до убавки. И вот смену... До угла, вернее, вот этого центрального, да? Ой, чтобы не тарахтела. Что тип? И теперь от следующего угла я еще 4 рапорта отвязала. Это получается 4 на 4, 16 рядов всего лишь отвязано. То есть я примерно с вторника или со среды, да, наверное, отвязала всего лишь 2 рядов бактуса. Совсем мало. А 20 рапортов на 4, это 80 рядов. То есть нужно работать. Потому что бактус, я думаю, с такой погодой, как у нас была и есть. Сейчас, правда, хоть солнце на улице. То нужно... Хочется тепла уже, конечно. Не хочется такого, знаете, резкого похолодания. Хочется, чтобы было еще пока тепло. Вот оно. И узорчик обязательно постараюсь для вас снять мастер-класс. Так что вот такие дела у меня, друзья. Небольшие были продвижения. И, конечно же, немного вам показала. Отняла вашего небольшого драгоценного времени. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы приходите ко мне. И помните, как и у меня. Я тоже человек. Когда есть время, всегда вяжу. И в результате получаю изделие. И вам того желаю, чтобы вы могли всегда найти время на вязание. Всем пока-пока. До скорых встреч. Продолжение следует...